Разработка плана для строительства метрополитена в Минске началась в 1976 году. План строительства восьмистанционной линии был одобрен Советом Министров СССР 4 февраля 1977 года. 18 июня 1977 года была заложена первая свая в основании будущей станции Парк Челюскинцев. Строительство первой линии метрополитена от станции Институт культуры до станции Волгоградская, впоследствии Московская, длилось с 1977 по 1984 год. 18 июня 1984 года, в канун 40-летней годовщины освобождения Минска от невецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Открытие станции Малиновка состоялось 3 июня 2014 года. Станция Малиновка расположена на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Есенина, рядом с микрорайонами Малиновка и Брелевичи в Московском районе Минска. В километре от станции расположен филиал БГУ и первоначально станцию планировалось назвать университетской. По словам архитектора станции, в интерьере преобладают светлые фисташковые и зеленые цвета. Голубой потолок подсвечивается. На платформе размещены скамейки на 36 человек. Продолжение следует... Станция «Петровщина» была открыта 7 ноября 2012 года в составе четвертой очереди первой линии Минского метрополитена. Станция находится на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Голубева в микрорайоне Юго-Запад. Четвертая по загруженности станция метро в городе, в среднем ей пользуются 72 тысячи человек в сутки. Односводчатая станция имеет два вестибюля, ведущий художественный мотив – природа. В частности, по замыслу художников, на станции изображена зимняя звездная ночь. В потолок вмонтировано примерно 400 светодиодных ламп. Мрамор и нержавеющая сталь, металлокерамика являются основными материалами отделки. Станция Михалова была открыта 7 ноября 2012 года. Михалова относится к типу колонных трехпролетных станций. Название ей дала находившаяся здесь ранее деревня. Отсюда и близкие к природе мотивы оформления – тема холодного заката. Материалы интерьера – мрамор, гранит и нержавейка. Михалова запроектирована с одним входным вестибюлем, который расположен в самом центре станции. Предполагалось, что подобная планировка станет ведущей при разработке станции метро подобного типа. КОНЕЦ Станция Грушевка открыта 7 ноября 2012 года. Станция находится на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щерса, в центре микрорайона Грушевка, откуда станция и получила свое название. Станция Грушевка мелкого заложения. Стиль оформления тесно связан непосредственно с названием Грушевка. Станция метро по задумке создателей должна напоминать грушевый сад. В вестибюле находится инсталляция груши, которая одновременно является словно стволом дерева. Лепнина на стене выполнена в форме расхидистых ветвей дерева. И небольшие фигуры, напоминающие одновременно и косточку груши, и саму грушу, словно висят на ветвях, образуя своеобразный купол. Интерьер перона также необычен. Столбы здесь сделаны из материала желтого цвета. На потолке желтые круги, символизирующие крону деревьев. Продолжение следует... Станция Институт культуры была открыта 30 июня 1984 года в составе первой очереди Минского метрополитена. При проектировании станцию планировали назвать Московской, однако к моменту открытия Минского метро решение было изменено, и Московской стали называть станцию в противоположном конце линии. Односкотчатая станция мелкого заложения построена из монолитного и сборного железобетона. Композиционное решение построено на ритме подуг, разделяющих путевые стены и свод. Они заполнены декоративными вставками из литого стекла и алюминия, визуально соединены в зоне свода архитектурными элементами, за которыми расположены светильники. Станция Площадь Ленина была открыта 30 июня 1984 года. С 1992 по 2003 год станция объявлялась как Площадь Независимости, однако затем первоначальное название станции было восстановлено. Городостроительная значимость размещения станции в зоне сосредоточения больших пассажиропотоков продиктована архитектурно-художественными требованиями к ее образованию и функциональному решению. Оформление выдержано в спокойных тонах, путевые стены облицованы темно-розовым мрамором. В центре платформы установлена художественная композиция в виде колонны, увенчанной серпом и молотом. Станция Октябрьская была открыта 30 июня 1984 года. Станция колонного типа из сборных железобетонных элементов с увеличенной высотой в 6,4 метра. В оформлении используются темы Октябрьской революции. Колонны и путевые стены облицованы белым мрамором, пол полированным красным гранитом. Торцевые стены украшены рельефными белыми панно. В 1991 году на станции был построен переходный тоннель из центра зала на станцию Купаловская. Субтитры создавал DimaTorzok Станция Площадь Победы была открыта 30 июня 1984 года. Станция колонного типа из сборных железобетонных элементов с увеличенной высотой. Перегон между станциями Октябрьская и Площадь Победы – один из самых глубоких в Минском метро. Его глубина составляет до 25 метров. В основе объемно-пространственного решения перронного зала – создание образной торжественности станции. Главный элемент зала – ритм-колонн с расширяющимися капителями, переходящими на крупную сетку ригельной системы. И светильники из штампованного тонированного стекла в углах капителей. Из четырех светильников на колоннах один никогда не горит. По замыслу архитекторов, это напоминание о каждом четвертом жителе Беларуси, погибшем в годы Великой Отечественной войны. Архитектурная трактовка несет различные образные ассоциации. Станция «Площадь Якуба-Колоса» была открыта 30 июня 1984 года. Основная тема оформления – белорусское народное творчество. В покрытии конструкции применен сборный железобетонный декоративный элемент с наклонными ребрами, ассоциирующимися с издавна применяемыми в народном зодчестве стропилами крыш. Колонны перронного зала облицованы керамикой золотистого цвета, со стилизованными рисунками народного орнамента. В такой же керамике выполнены и панно над спусками в перронный зал из хассовых залов вестибюлей. Продолжение следует... Станция «Академия наук» была открыта 30 июня 1984 года. Станция имеет островной тип платформы. Ритмическое пространство пассажирского вестибюля организовано колоннами с шагом в 4,5 метра. Главным акцентом становятся монументальные бетонные панно, расположенные в местах спуска к перрону. Материалы, используемые для отделки станции – железобетон, гранит, лабрадорит, нержавеющая сталь и мрамор. Главные цветовые сочетания представлены на станции – оттенки серого и белого. Такие архитектурные и композиционные решения придают сдержанность и благородство общему пространству станции. Главные цветовые сочетания Станция «Парк Челюскинсов» была открыта 30 июня 1984 года. Первоначально планировалось, что основным дизайном станции станет увековечение памяти Хатыни. Но слишком тяжелую и мрачную тему для белорусов было решено не затрагивать и подобрать что-то иное. Было решено сделать тематику временно года, но после смерти Петра Машерова и от этой идеи отказались. Станция стала максимально универсальной и лаконичной, без каких-либо излишеств и дополнительных композиций. Станция «Парк Челюскинсов» Станция «Парк Челюскинсов» Станция «Парк Челюскинсов» была открыта 30 июня 1984 года. Станция находится рядом с Волгоградской улицей. Изначально ее также предполагалось назвать «Волгоградская». Но в начале 1980-х годов у властей Минска появился проект переименования части Ленинского проспекта, начинающегося от Волгоградской улицы в Московский проспект, и новая станция метро получила название «Московская». Парадокс заключается в том, что проспект в итоге переименовывать так и не стали, и таким же образом станция носит название «Несуществующие магистрали». Станция оформлена на тему «Москва – столица Союза СССР». В оформлении станции совмещены архитектурные средства и монументально-декоративное искусство. Панно на двух путевых стенах с изображениями историко-архитектурных памятников Москвы исполнено в технике флорентийской мозаики. Стены и колонны облицованы белым мрамором. Станция «Восток» была открыта 31 декабря 1986 года в составе второй очереди Минского метрополитена. Вестибюль станции расположен в подземном переходе возле Национальной библиотеки. В основе архитектурно-художественного решения положена тема освоения космоса. Нетрадиционно решен весь внутренний объем. Станция – современное инженерное сооружение, которое по форме напоминает космический корабль с окнами иллюминаторов. Художественный образ интерьера создан на основе единого архитектурного элемента, выполненного из сборного железобетона в виде лепестка цветка. Удлиненный кузырек на путевой стене платформы является светозащитным элементом и одновременно экраном светового потока, который направлен на свод потолка. Эстетический вид станции заключен в мягкости линий всего объема и его индивидуальных архитектурных элементов. Хороший освещенный – соединение белого свода с темно-красной гранитной облицовкой путевых стен и надписей, выполненных в золотом тоне, создают впечатление легкости и простоя. Станция «Борисовский тракт» была открыта 7 ноября 2007 года. Станция с двумя вестибюлями в настоящее время эксплуатируется только западной. Подземные переходы и рабочий вестибюль оборудованы лифтами для лиц с ослабленным здоровьем, насыщенные объектами сервисного обслуживания пассажиров. Платформенный участок решен по двухпролетной схеме с шагом круглых колонн в 6 метров. Станция «Борисовский тракт» Станция «Уручье» была открыта 7 ноября 2007 года. В отделке станции применены подвесные потолки темно-синего и желто-охристого цвета в двухцветных пространствах у вестибюлей, полированный гранит для пола и низа путевых стен, мрамор для стен кассовых залов и путевых стен, металлокерамика для колонн перронного зала. В элементах оформления колонн, лифтовой шахты и поручни использована полированная нержавеющая сталь. За станцией находится перекрестный съезд, который используется для оборота составов. Станция «Борисовский тракт»